Развитый регион, в котором хватает и вопросов. С такой характеристикой начал диалог Владимир Путин. При всех экономических достижениях последних нескольких лет, ежегодный 5-процентный рост ВВП, регулярное пополнение областной казны налоговыми поступлениями, есть и проблемные места, и одно из болезненных – демография. Отток населения и естественная убыль – беда регионов Ульяновской области здесь не уникальна – минус 8 тысяч человек в год. Но вектор исправления намечен, рабочие места создаются. Соглашения с новыми резидентами ПАЭС только в этом году позволят привлечь 16 миллиардов инвестиций и запустить высокотехнологичное производство с 1300 рабочими местами. Вы знаете, у нас в области есть такой базовый П-5, а я стар. Сейчас, к сожалению, выпускаем в этом году задачу всего 5 самолетов 76 килов выпустить, а задача выйти на 12. Дальше там большие перспективы по МС-21. Мы выпускаем крылья, заднее оперение, элементы фюзеляжа в кооперации с Сиропутом. Но перспективы огромные. Сейчас уже, соответственно, нехватка рабочих сил. Работает около 8 тысяч. За несколько лет нам необходимо набрать еще 4 тысячи работающих туда. В регионе есть проблема. Судя по всему, придется привлекать из соседних регионов. Чтобы специалистов не только удержать, но и привлекать, необходимо достойная заработная плата. Сейчас Ульяновск в этом вопросе аутсайдер. Однако, соответствующие поручения, ответственные за состояние отрасли, министры уже получили. Вы знаете, у вас есть еще одна проблема, которую вы не упомянули. Это обманутые дольщики. Количество домов вам известно, количество людей, пострадавших известно. Есть соответствующие программы на федеральном уровне. Вам обязательно нужно вписываться в эти программы и работать напрямую с людьми. Владимир Владимирович, практически по каждому дому у нас есть дорожная карта и решение. Она уже, эта программа наша, начала реализовываться. 10 домов, это там, где на застройщиках из Новбанкрота мы будем работать вместе с фондом обманутых дольщиков. В соответствующей договоренности уже есть. Порядка 3 миллиардов рублей будут вложены фондом. Дома эти будут достроены. Практически по каждому дому готов план действий, независимо от степени его готовности. Окончательно закрыть вопрос регион планирует к концу следующего года. Кроме того, президент обещал помочь с решением еще одной затянувшейся истории. Земли бывшего арсенала начнут развиваться, как территория областного центра. Продолжение следует...